Москвичи заметили Мосгордуму Москвичи заметили Мосгордуму, как выборы столичного парламента стали самой громкой избирательной кампанией года 4. Газета «Коммерсант» номер 240 27 декабря 2019 года, СТР 5. Мосгордума, где 20 из 45 мест занимают депутаты оппозиционных фракций, стала результатом кампании, которая сопровождалась митингами, столкновениями с полицией и уголовными делами Еще за месяц до ее начала трудно было предположить, что выборы столичного парламента, в сущности ничего не решающего, привлекут хоть чье-то внимание В новом созыве Мосгордумы, МГД, оппозиция получила 20 из 45 мандатов Фракция «Единая Россия» состоит из 19 депутатов, для простого большинства ей необходима поддержка лояльного по отношению к мэрии блока «Моя Москва» Для сравнения, в пятом созыве МГД оппозицию представляли лишь 3 коммуниста против 32 единороссов, тогда в парламенте было еще 35 депутатов В шестом созыве, когда срок полномочий Думы продлили до 5 лет, а депутатов стало 45, оппозиция получила 7 мандатов, в том числе 5 КПРФ и по одному Родина и ЛДПР В сегодняшней Мосгордуме 13 коммунистов, 4 депутата «Яблоко» сформировали вторую по численности оппозиционную фракцию, и еще 3 места у «Справедливой России» Все началось в середине июля, когда первые отказы в регистрации на выборы от окружных избиркомов начали получать оппозиционеры Дмитрий и Геннадий Гудковы, муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галемина, Елена Русакова, сторонники Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкоускас и другие Все они баллотировались как самовыдвиженцы Первая несогласованная акция прошла еще до первых отказов, 14 июля, на встречу кандидатов с избирателями в Новопушкинском сквере пришло около 1000 человек Встреча переросла в шествие, сначала до здания мэрии на Тверской, оттуда до Мазгоризбиркома Вечером того же дня участники акции попытались поставить палатки у Мазгоризбиркома, после чего собравшихся мгновенно разогнал ОМОН Акция дала старт недели встреч на Трубной площади, которые формально проходили как встречи избирателей с кандидатами, еще не получившими отказ в регистрации Адрес выбрали по месту расположения офиса по сбору подписей, открытого сторонниками Алексея Навального для помощи внесистемным самовыдвиженцам Когда 20 июля на проспекте Сахарова собрались около 20 тысяч человек на санкционированный митинг за допуск на выборы, избиркомы уже отказали 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам В большинстве случаев отказ мотивировался браком в собранных подписях Чем запомнится кампания по выборам в Мазгардуму 7-го созыва? За разрешенным последовали несанкционированные митинги шествия 27 июля, которые запомнились агрессивными действиями силовиков и рекордным количеством задержаний 1373 человека За три дня суды отправили под административный арест 61 человека, в том числе часть незарегистрированных кандидатов В ответ в интернете развернулась кампания по деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне протестующих Блогер Владислав Синица даже призвал к насильственным действиям в отношении их детей Позднее получил пять лет лишения свободы за этот пост Евгений Коваленко, 48 лет, сотрудник охраны Московской железной дороги Задержан 1 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ и применение насилия к представителям власти Ч. 1 статья 318 УК РФ Арестован 2 августа до 27 сентября 4 сентября Мещанским судом Москвы приговорен к 3,5 годам колонии общего режима 17 октября Мосгорсуд в ходе апелляционного разбирательства оставил приговор без изменений фото Андрей Карев, Новая газета Самарит Дин Раджабов, 21 год, рэпер Задержан 27 июля 1 августа следствие предъявило ему обвинение в применении насилия к представителям власти Ч. 1 статья 318 УК РФ По официальной версии Бросил пластиковую бутылку с жидкостью в спину одного из разгвардейцев 27 ноября Тверской суд вернул дело Раджабова обратно в прокуратуру для уточнения деталей Новое обвинение было предъявлено 30 ноября 24 декабря Мещанский суд Москвы признал Раджабовой виновным и назначил штраф 100 тысяч рубль Но освободил от назакания с учетом срока подстражей фото Коммерсант Дмитрий Духанин Кирилл Жуков, 28 лет, машинист, администратор сообщества «Ориентир» в соцсети ВКонтакте Задержан 31 июля Стал первым фигурантом дела о массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Ранее получил административный штраф за участие в акции 27 июля в размере 10 тысяч рубль Также обвиняется по Ч. 1 статье 318 УК РФ Применение насилия к представителю власти Попытался приподнять забрало шлема одного из разгвардейцев Арестован 2 августа до 27 сентября С момента задержания объявил голодовку 4 сентября Тверской суд признал Кирилла Жукова виновным в применении насилия к полицейским Ч. 1 статья 318 УК РФ На акции протеста 27 июля и приговорил его к 3 годам колонии общего режима фото Коммерсант Иван Водопьянов Иван Подкопаев 25 лет Безработный Задержан 27 июля на 8 суток по Ч. 6.1 статья 20.2 КОАП РФ Участие в несанкционированном мероприятии, повлекшем помехи для пешеходов Арестован 2 августа на 1 месяц и 26 суток по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Ивана Подкопаева к 3 годам колонии общего режима 9 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и смягчил приговор до 2 лет фото Коммерсант Дмитрий Духанин Алексей Миняйло, 34 года, основатель образовательного проекта Leaders of the Future Тренер сборщиков подписей штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мазгардума Любови Соболь Задержан в ночь на 1 августа после обыска по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Арестован 2 августа до 27 сентября 26 сентября освобожден прямо в зале суда об Османным судом Москвы Уголовное дело прекращено фото Коммерсант Иван Водопьянов Егор Жуков 21 год, студент высшей школы экономики ВШ, видеоблогер Входит в предвыборный штаб незарегистрированного кандидата в депутаты Мазгардума Дмитрия Гудкова Задержан 1 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ По версии следствия, руководил толпой Арестован 2 августа до 27 сентября 3 сентября по ходатайству следственного комитета отправлен под домашний арест Следователи установили непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам Но предъявили ему новое обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности Ч. 2 статья 280 УК РФ 6 декабря Концевский районный суд Москвы признал Егора Жукова виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно Фото, медиазона Владислав Барабанов, 22 года, левый активист из Нижнего Новгорода Арестован на 7 суток 27 июля по Ч. 8 ст. 20.2 КОАП Повторное нарушение законодательства о митингах 4 августа господину Барабанову было предъявлено обвинение по Ч. 2 ст. 212 УК РФ Участие в массовых беспорядках По версии следствия, координировал действия толпы в ходе акции протеста 27 июля в районе Петровского бульвара Арестован 5 августа до 27 сентября 3 сентября Следственный комитет заявил о прекращении уголовного преследования Владислава Барабанова Следователи не нашли в его действиях состава преступления фото Коммерсант Анатолий Жданов Данил Канон, 22 года, студент МГТУИМ Баумана, кафедра электронных технологий в машиностроении Задержан 3 августа после обыска в его квартире по подозрению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 ст. 212 УК РФ Конкретного обвинения, по словам адвоката господина Канона, следствие не сформулировало Арестован 5 августа до 27 сентября 3 сентября СК РФ заявил о прекращении уголовного дела в отношении Данила Канона в связи с отсутствием в его действиях состава преступления 5 декабря был задержан повторно по Ч. 3 ст. 20.2 КОАП РФ Полицейские обвиняют Канона в том, что он организовывал направление движения участников несанкционированного массового мероприятия 27 июля, чем создал помехи движении транспорта и пешеходов В тот же день был отпущен Тверским судом Фото, коммерсант, имиджа Феаров Сергей Абаничев, 25 лет, менеджер коммерческой фирмы Задержан 3 августа по обвинению по Ч. 2 ст. 212 УК РФ Участие в массовых беспорядках По версии следствия, кинул в разгвардейца жестяную банку Утверждает, что это был пластиковый стаканчик, а в страже порядка он не целился Арестован 5 августа Пресненским судом Москвы до 27 сентября 3 сентября Следственный комитет прекратил преследование Сергея Абаничева, не обнаружив в его действиях состава преступления 5 октября был повторно задержан в Тверском суде по Ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП РФ Участие в несанкционированном собрании, создавшем помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры Фото, коммерсант Анатолий Жданов Сергей Фомин, 36 лет, волонтер штаба независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь По данным СМИ, 5 августа следствие сменило статус господина Фомина со свидетеля на подозреваемого Официальная информация не подтверждена В сюжете телеканала «Россия-1» говорится, что Сергей Фомин заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление 5 августа объявлен в розыск Заочно господину Фомину предъявлено обвинение по Ч. 2 статье 212 УК РФ, участие в массовых беспорядках 8 августа добровольно сдался полиции Арестован басманным судом Москвы 9 августа до 8 октября 3 сентября по ходатайству следственного комитета переведен под домашний арест Фото, коммерсант Петр Косин Айдар Губайдулин, 25 лет, выпускник МФТИ Задержан в 2 часа ночи 9 августа после проведенных накануне вечером у него дома обысков 9 августа ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК Арестован басманным судом Москвы в тот же день до 9 октября 31 августа Айдару Губайдулину смягчили обвинение и выделили дело в отдельное производство Был обвинен в покушении на насилие в отношении представителя власти Ч. 3 статья 30 Ч. 1 статья 318 УК РФ 18 сентября освобожден в зале суда 15 октября СК РФ предъявил Губайдулину новое обвинение Ч. 1 статья 318 УК РФ Угроза применения насилия к представителю власти 17 октября покинул Россию, а 23 октября был объявлен в международный розыск фото коммерсант Глеб Щелкунов Валерий Костенок, 20 лет, волонтер партии Яблоко Задержан 27 июля у мэрии Москвы, провел двое суток в ОВД и был отпущен Повторно задержан 11 августа после проведенных у него дома обысков по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Дал признательные показания в суде, рассказав, что бросил в полицейских две пластиковые бутылки Арестован басманным судом 12 августа на два месяца до 11 октября 3 сентября уголовное дело в отношении Валерия Костенко было прекращено Следователи не обнаружили в его действиях состава преступления фото коммерсант Глеб Щелкунов Никита Черцов, 22 года, программист, предприниматель Был задержан 27 июля в Москве, но был отпущен 31 июля Лефартовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рубль По статье о нарушении правил проведения акции Ч. 5 статья 20.2 КОАП РФ Самого Черцова в зале суда не было 28 августа был задержан в Минске по делу о применении насилия в отношении представителя власти С. 318 УК РФ и участие в массовых беспорядках С. 212 УК РФ Никита Черцов был отправлен в Москву 30 августа Ему запретили въезд в Белоруссию на 10 лет 2 сентября был задержан в Москве 3 сентября Басманный суд Москвы арестовал Черцова и отправил в СИЗы до 2 ноября 21 октября арест был продлен до 27 января 2020 года Гособвинения просят 3.5 года лишения свободы 6 декабря Тверской суд Москвы приговорил Никиту Черцова к году колонии общего режима фото Коммерсант, имиджа Феаров Данил Беглец, 26 лет, индивидуальный предприниматель Был арестован в Москве 27 июля, но почти сразу отпущен на свободу Повторно задержан 9 августа по делу о массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ 3 сентября Тверской суд приговорил Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима фото Коммерсант, Дмитрий Лебедев Эдуард Малышевский, 47 лет, мастер по ремонтам Имеет 4 погашенные судимости Задержан в Москве 27 июля 29 июля был отправлен под административный арест на 14 суток Повторно задержан 30 августа по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья К представителям власти, Ч. 1 статья 318 УК РФ, и отправлен в СИЗО 9 декабря Тверской районный суд Москвы приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии фото facebook.com slash akaterina.shulman Андрей Баршай, 21 год, студент МАИ, один из подписантов открытого письма студентов вузов за освобождение задержанных и осужденных по московскому делу Первый раз задержан 10 августа, оштрафован на 15 тысяч Рубль П. Ч. 5 статья 20.2 КОАП РФ, 15 августа 14 октября был задержан повторно после обыска и 16 октября заключен под стражу Басманным районным судом до 14 декабря Обвиняется по Ч. 1 статья 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти По версии следствия, с силой толкнул разгвардейца Вину не признал 25 ноября направлен на стационарную психиатрическую экспертизу 5 декабря был оставлен под стражей до 27 января 2020 года Басманным районным судом Фото, коммерсант, Дмитрий Лебедев Владимир Емельянов, слева, 27 лет, мерчендайзер Страдает астмой, обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку Был задержан 14 октября после обыска Оставлен под стражей до 14 декабря решением Басманного районного суда Обвиняется по Ч. 1 статья 318 УК РФ По версии следствия, схватил разгвардейца за жилет и потянул на себя Вину не признал 4 декабря в ходе судебного заседания гособвинитель запросил для Емельянова 4 года колонии общего режима 6 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Владимира Емельянова к 2 годам лишения свободы Словно фото, коммерсант, Дмитрий Духанин Егор Лесных, 35 лет, самозанятый, организатор благотворительных акций За защитник 30 июля был оштрафован Концевским районным судом Москвы на 10 тысяч Рубль За участие в несанкционированном митинге 14 октября был задержан после обыска и оставлен под стражей до 14 декабря Басманным районным судом 7 ноября дело Лесных было объединено с делами Мельникова и Мартинцова Им было предъявлено обвинение в совершении насилия группой лиц По версии обвинения, пнул бойца ОМОНа в нижнюю часть спины справа А потом вместе с двумя другими обвиняемыми повалил еще одного правоохранителя на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Егора Лесных к 3 годам колонии Фото, коммерсант, Дмитрий Лебедев Максим Мартинцов, 26 лет, инженер-лаборант в строительной компании 14 октября был задержан после обыска и оставлен под стражей до 14 декабря Вместе с Лесных и Мыльниковым обвиняется в применении насилия группой лиц по отношению к представителю власти СТ-318 УК РФ По версии следствия, они повалили разгвардейца на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Максима Мартинцова к 2,50 годам колонии Фото, коммерсант, Дмитрий Духанин Александр Мыльников, 32 года, менеджер Отец троих детей 15 октября был задержан после обыска Оставлен под домашним нарестом до 15 декабря Вместе с Лесных и Мартинцовым обвиняется в применении насилия группой лиц по отношению к представителю власти СТ-318 УК РФ По версии следствия, они повалили разгвардейца на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Александра Мыльникова к 2 годам условно фото Коммерсант, Дмитрий Духанин Павел Новиков, 32 года, трудоустроен неофициально был задержан 29 октября На следующий день был оставлен под стражей до 29 декабря Следствие также было закончено 30 октября Обвиняется по Ч.1 статья 318 УК РФ дважды ударил полицейского кинолога пластиковой бутылкой Признал вину 4 декабря в ходе судебного заседания гособвинитель запросил для Новикова 3 года колонии общего режима 6 декабря был приговорен Тверским судом Москвы к штрафу 120 тысяч рубль И отпущен в зале суда фото, коммерсант Иван Водопьянов Алексей Вересов, 46 лет, ранее был судем, музыкант 12 ноября был задержан и оставлен под стражей Басманным районным судом до 11 января 2020 года Обвиняется по Ч.2 статья 280 УК РФ, публичные призывы к экстремистской деятельности Написал в соцсети в адрес судья Криворучка, вынесшего приговор Павлу Устинову Сожгите его Фото, коммерсант, имиджа Феаров Сергей Половец, 40 лет 12 ноября задержан, но на следующий день и отпущен под подписку о невыезде Обвиняется по Ч.1 статья 296 УК РФ, угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования Сделал ретвит поста с информацией о том, что судья Криворучка приговорил Павла Устинова к 3,50 годам лишения свободы Вместе с постом в ретвит попал комментарий судья К. Ходи оглядывайся, скоро тебе смерть Фото, следственный комитет Евгений Ерзунов, 24 года, сотрудник МВИДИО 13 ноября задержан в аэропорту Внуково Оставлен под стражей до 11 января 2020 года Обвиняется по Ч.1 статья 296 УК РФ, угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования Оставил комментарий судья К. Ходи оглядывайся, скоро тебе смерть по постам о приговоре Павлу Устинову Фото, коммерсант, Петр Касин Сергей Суровцев, 30 лет, IT Специалист 28 ноября был задержан На следующий день оставлен Басманным районным судом Москвы под стражей до 27 января 2020 года Обвиняется по Ч.1 статья 318 Ударил сотрудника Росгвардии секция металлического ограждения 24 декабря Мещанский суд приговорил Суровцева к 2,50 годам колонии общего режима фото Коммерсант, Александр Меридонов Продолжение следует... Евгений Коваленко, 48 лет, сотрудник охраны Московской железной дороги Задержан 1 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ и применение насилия к представителям власти Ч. 1 статья 318 УК РФ Арестован 2 августа до 27 сентября 4 сентября Мещанским судом Москвы приговорен к 3,5 годам колонии общего режима 17 октября Мосгорсуд в ходе апелляционного разбирательства оставил приговор без изменений фото Андрей Карев, новая газета Самарит Дин Раджабов 21 год, рэпер Задержан 27 июля 1 августа следствие предъявило ему обвинение в применении насилия к представителям власти Ч. 1 статья 318 УК РФ По официальной версии, бросил пластиковую бутылку с жидкостью в спину одного из разгвардейцев 27 ноября Тверской суд вернул дело Раджабова обратно в прокуратуру для уточнения деталей Новое обвинение было предъявлено 30 ноября 24 декабря Мещанский суд Москвы признал Раджабовой виновным и назначил штраф 100 тысяч рубль Но освободил от назакания с учетом срока подстражей фото Коммерсант Дмитрий Духанин Кирилл Жуков 28 лет, машинист, администратор сообщества «Ориентир» в соцсети ВКонтакте Задержан 31 июля Стал первым фигурантом дела о массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Ранее получил административный штраф за участие в акции 27 июля в размере 10 тысяч рубль Также обвиняется по Ч. 1 статье 318 УК РФ Применение насилия к представителю власти Попытался приподнять забрало шлема одного из разгвардейцев Арестован 2 августа до 27 сентября С момента задержания объявил голодовку 4 сентября Тверской суд признал Кирилла Жукова виновным в применении насилия к полицейским Ч. 1 статья 318 УК РФ На акции протеста 27 июля И приговорил его к трём годам колонии общего режима фото Коммерсант Иван Водопьянов Иван Подкопаев 25 лет, безработный Задержан 27 июля на 8 суток по Ч. 6.1 статья 20.2 КОАП РФ Участие в несанкционированном мероприятии Повлекшем помехи для пешеходов Арестован 2 августа на 1 месяц и 26 суток по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Ивана Подкопаева к трём годам колонии общего режима 9 октября Мосгорсут рассмотрел апелляцию и смягчил приговор до двух лет фото Коммерсант Дмитрий Духанин Алексей Миняйло 34 года, основатель образовательного проекта Leaders of the Future Тренер сборщиков подписей штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордума Любови Собаль Задержан в ночь на 1 августа после обыска по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Арестован 2 августа до 27 сентября 26 сентября освобожден прямо в зале суда Басманным судом Москвы Уголовное дело прекращено Фото, коммерсант Иван Водопьянов Егор Жуков 21 год, студент высшей школы экономики, ВШ, видеоблогер Входит в предвыборный штаб незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордума Дмитрия Гудкова Задержан 1 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ По версии следствия, руководил толпой Арестован 2 августа до 27 сентября 3 сентября по ходатайству следственного комитета отправлен под домашний арест Следователи установили непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам, но предъявили ему новое обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности Ч. 2 статья 280 УК РФ 6 декабря Концевский районный суд Москвы признал Егора Жукова виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно Фото, медиазона Владислав Барабанов, 22 года, левый активист из Нижнего Новгорода Арестован на 7 суток 27 июля по Ч. 8 ст. 20.2 КОАП Повторное нарушение законодательства о митингах 4 августа господину Барабанову было предъявлено обвинение по Ч. 2 С. Т. 212 УК РФ Участие в массовых беспорядках По версии следствия, координировал действия толпы в ходе акции протеста 27 июля в районе Петровского бульвара Арестован 5 августа до 27 сентября 3 сентября Следственный комитет заявил о прекращении уголовного преследования Владислава Барабанова Следователи не нашли в его действиях состава преступления фото Коммерсант Анатолий Жданов Данил Канон, 22 года, студент МГТУ М. Баумана Кафедра электронных технологий в машиностроении Задержан 3 августа после обыска в его квартире по подозрению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 ст. 212 УК РФ Конкретного обвинения, по словам адвоката господина Канона, следствие не сформулировало Арестован 5 августа до 27 сентября 3 сентября СК РФ заявил о прекращении уголовного дела в отношении Данила Канона в связи с отсутствием в его действиях состава преступления 5 декабря был задержан повторно по Ч. 3 ст. 2 КОАП РФ Полицейские обвиняют Канона в том, что он организовывал направление движения участников несанкционированного массового мероприятия 27 июля, чем создал помехи движении транспорта и пешеходов В тот же день был отпущен Тверским судом Фото, коммерсант, имиджа ФРОВ Сергей Абаничев, 25 лет, менеджер коммерческой фирмы Задержан 3 августа по обвинению по Ч. 2 СТ 212 УК РФ Участие в массовых беспорядках По версии следствия, кинул в разгвардейца жестяную банку Утверждает, что это был пластиковый стаканчик, а в страже порядка он не целился Арестован 5 августа Пресненским судом Москвы до 27 сентября 3 сентября Следственный комитет прекратил преследование Сергея Абаничева, не обнаружив в его действиях состава преступления 5 октября был повторно задержан в Тверском суде по Ч. 6.1 статья 20.2 КОАП РФ Участие в несанкционированном собрании, создавшем помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры Фото, коммерсант, Анатолий Жданов Сергей Фомин, 36 лет, волонтер штаба независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь По данным СМИ, 5 августа следствие сменило статус господина Фомина со свидетеля на подозреваемого Официальная информация не подтверждена В сюжете телеканала «Россия-1» говорится, что Сергей Фомин заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление 5 августа объявлен в розыск Заочно господину Фомину предъявлено обвинение по Ч. 2 статье 212 УК РФ В массовых беспорядках 8 августа добровольно сдался полиции Арестован басманным судом Москвы 9 августа до 8 октября 3 сентября по ходатайству Следственного комитета переведен под домашний арест фото Коммерсант Петр Кассина и Даргубайдулин, 25 лет, выпускник МФТИ Задержан в 2 часа ночи 9 августа после проведенных накануне вечером у него дома обысков 9 августа ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК Арестован басманным судом Москвы в тот же день до 9 октября 31 августа Айдару Губайдулину смягчили обвинение и выделили дело в отдельное производство Был обвинен в покушении на насилие в отношении представителя власти Ч. 3 статья 30 Ч. 1 статья 318 УК РФ 18 сентября освобожден в зале суда 15 октября СК РФ предъявил Губайдулину новое обвинение Ч. 1 статья 318 УК РФ Угроза применения насилия к представителю власти 17 октября покинул Россию, а 23 октября был объявлен в международный розыск фото Коммерсант Глеб Щелкунов Валерий Костенок 20 лет, волонтер партии Яблоко Задержан 27 июля у мэрии Москвы Провел двое суток в ОВД и был отпущен Повторно задержан 11 августа после проведенных у него дома обысков по обвинению в участии в массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ Дал признательные показания в суде, рассказав, что бросил в полицейских две пластиковые бутылки Арестован басманным судом 12 августа на два месяца до 11 октября 3 сентября уголовное дело в отношении Валерия Костенко было прекращено Следователи не обнаружили в его действиях состава преступления фото Коммерсант Глеб Щелкунов Никита Черцов, 22 года, программист, предприниматель Был задержан 27 июля в Москве, но был отпущен 31 июля Лефартовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рубль По статье о нарушении правил проведения акции Ч. 5 статья 20.2 Коап РФ Самого Черцова в зале суда не было 28 августа был задержан в Минске по делу о применении насилия в отношении представителя власти С. 318 УК РФ и участие в массовых беспорядках С. 212 УК РФ Никита Черцов был отправлен в Москву 30 августа Ему запретили въезд в Белоруссию на 10 лет 2 сентября был задержан в Москве 3 сентября Басманный суд Москвы арестовал Черцова и отправил в СИЗы до 2 ноября 21 октября арест был продлен до 27 января 2020 года Гособвинения просят 3.5 года лишения свободы 6 декабря Тверской суд Москвы приговорил Никиту Черцова к году колонии общего режима фото Коммерсант Имин Джафаров Данил Беглец 26 лет, индивидуальный предприниматель Был арестован в Москве 27 июля, но почти сразу отпущен на свободу Повторно задержан 9 августа по делу о массовых беспорядках Ч. 2 статья 212 УК РФ 3 сентября Тверской суд приговорил Данила Беглеца к 2 годам колонии общего режима фото Коммерсант Дмитрий Лебедев Эдуард Малышевский 47 лет, мастер по ремонтам Имеет 4 погашенные судимости Задержан в Москве 27 июля 29 июля был отправлен под административный арест на 14 суток Повторно задержан 30 августа по обвинению в применении насилия Не опасного для жизни и здоровья К представителям власти Ч. 1 статья 318 УК РФ И отправлен в СИЗО 9 декабря Тверской районный суд Москвы приговорил Эдуарда Малышевского К 3 годам колонии фото facebook.com slash akaterina.shulman Андрей Баршай, 21 год, студент МАИ Один из подписантов открытого письма студентов вузов За освобождение задержанных и осужденных по московскому делу Первый раз задержан 10 августа, оштрафован на 15 тысяч Рубль П. Ч. 5 статья 20.2 КОАП РФ 15 августа 14 октября был задержан повторно после обыска И 16 октября заключен под стражу Басманным районным судом до 14 декабря Обвиняется П. Ч. 1 статья 318 УК РФ Применение насилия в отношении представителя власти По версии следствия, с силой толкнул разгвардейца Вину не признал 25 ноября направлен на стационарную психиатрическую экспертизу 5 декабря был оставлен под стражей до 27 января 2020 года Басманным районным судом Фото Коммерсант Дмитрий Лебедев Владимир Емельянов Слева 27 лет Мерчендайзер Страдает астмой Обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку Был задержан 14 октября после обыска Оставлен под стражей до 14 декабря решением Басманного районного суда Обвиняется по Ч.1 статья 318 УК РФ По версии следствия, схватил разгвардейца за жилет и потянул на себя Вину не признал 4 декабря в ходе судебного заседания гособвинитель запросил для Емельянова 4 года колонии общего режима 6 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Владимира Емельянова к двум годам лишения свободы условно Фото Коммерсант Дмитрий Духанин Егор Лесных 35 лет Самозанятый Организатор благотворительных акций Зоозащитник 30 июля был оштрафован Концевским районным судом Москвы на 10 тысяч Рубль За участие в несанкционированном митинге 14 октября был задержан после обыска и оставлен под стражей до 14 декабря Басманным районным судом 7 ноября дело Лесных было объединено с делами Мельникова и Мартинцова Им было предъявлено обвинение в совершении насилия группой лиц По версии обвинения, пнул бойца ОМОНа в нижнюю часть спины справа, а потом вместе с двумя другими обвиняемыми повалил еще одного правоохранителя на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Егора Лесных к трем годам колонии Фото Коммерсант Дмитрий Лебедев Максим Мартинцов 26 лет Инженер-лаборант в строительной компании 14 октября был задержан после обыска и оставлен под стражей до 14 декабря Вместе с Лесных и Мыльниковым обвиняется в применении насилия группой лиц по отношению к представителю власти СТ-318 УК РФ По версии следствия, они повалили разгвардейца на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Максима Мартинцова к 2,5 годам колонии Фото, коммерсант Дмитрий Духанин Александр Мыльников 32 года Менеджер Отец троих детей 15 октября был задержан после обыска Оставлен под домашним нарестом до 15 декабря Вместе с Лесных и Мартинцовым обвиняется в применении насилия группой лиц по отношению к представителю власти СТ-318 УК РФ По версии следствия, они повалили разгвардейца на землю 6 декабря Мещанский райсуд приговорил Александра Мыльникова к 2 годам условно Фото, коммерсант, Дмитрий Духанин Павел Новиков, 32 года, трудоустроен неофициально Был задержан 29 октября, на следующий день был оставлен под стражей до 29 декабря Следствие также было закончено 30 октября Обвиняется по Ч.1 статья 318 УК РФ дважды ударил полицейского кинолога пластиковой бутылкой Признал вину 4 декабря в ходе судебного заседания гособвинитель запросил для Новикова 3 года колонии общего режима 6 декабря был приговорен Тверским судом Москвы к штрафу 120 тысяч Рубль И отпущен в зале суда Фото, коммерсант, Иван Водопьянов Алексей Вересов, 46 лет, ранее был судем, музыкант 12 ноября был задержан и оставлен под стражей басманным районным судом до 11 января 2020 года Обвиняется по Ч.2 статья 280 УК РФ Публичные призывы к экстремистской деятельности Написал в соцсети в адрес судья Криворучка, вынесшего приговор Павлу Устинову Сожгите его Фото, коммерсант, имиджа Феаров Сергей Половец, 40 лет, 12 ноября задержан, но на следующий день и отпущен под подписку о невыезде Обвиняется по Ч.1 статья 296 УК РФ Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования Сделал ретвит поста с информацией о том, что судья Криворучка приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы Вместе с постом в ретвит попал комментарий судья К. Ходи оглядывайся, скоро тебе смерть Фото, следственный комитет Евгений Ерзунов, 24 года, сотрудник МВДИО 13 ноября задержан в аэропорту Внуково, оставлен под стражей до 11 января 2020 года Обвиняется по Ч.1 статья 296 УК РФ Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования Оставил комментарий судья К. Ходи оглядывайся, скоро тебе смерть по постам о приговоре Павлу Устинову Фото, коммерсант, Петр Касин Сергей Суровцев, 30 лет, IT Специалист 28 ноября был задержан На следующий день оставлен Басманным районным судом Москвы под стражей до 27 января 2020 года Обвиняется по Ч.1 статья 318 ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения 24 декабря Мещанский суд приговорил Суровцева к 2,50 годам колонии общего режима фото Коммерсант Александр Меридонов Смотреть минус тем временем городские власти старались отвлечь горожан спонтанными развлекательными мероприятиями Например фестивалями Бургерфест 27-28 июля и Шашлык Лайв 3-4 августа в парке Горького Поздне открытые медиа посчитали, что на их организацию потратили 13 миллионов рублей Городские власти заявляли, что посетителей в парке было в десятки раз больше, чем участников на митингах и прогулках Но общий имиджевый баланс складывался не в пользу Мерии Особенно с учетом шуток о созвучии названий гастрофестивалей с действиями полицейских при разгоне несанкционированных акций Собственно, за медпомощью, впрочем, обратились лишь несколько человек Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила позже, что незарегистрированным кандидатам стоило сосредоточиться на обжаловании отказов, а не на призывах к митингам Впрочем, отстоять право на участие пытались все получившие отказ независимые кандидаты, в том числе через апелляции в суде и Центризбиркоме Успеха добился один Сергей Митрохин, которого после двух отказов окружной избирательной комиссии постановил зарегистрировать Мазгарсуд Ни в одном случае не удалось доказать намеренные фальсификации со стороны комиссии И даже руководство ОИК 43 округа, где в итоге победил господин Митрохин, не подверглось никаким взысканиям, после того как на нарушение фактически указал Мазгарсуд К слову, именно в 43 округе оказалось больше всего отказов в регистрации, а скандалы там начались еще до отказа в регистрации Любови Соболь Когда взяла самоотвод учредитель благотворительного фонда помощи хосписом Веронюта Федермейсер Госпожа Федермейсер столкнулась с публичными обвинениями в выдвижении в интересах городских властей и заявила, что не готова к такому объему лжи и грязи в свой адрес В итоге мэр Москвы Сергей Собянин голосовал в округе, в котором господин Митрохин победил оппонентов из КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия Как оппозиция втрое увеличила свое представительство в Мосгордоме После подведения итогов голосования сторонники Алексея Навального заявили, что успех оппозиционных кандидатов в 20 из 45 округов стал результатом работы платформы «Умное голосование», которая способствовала консолидированному голосованию за сильнейших оппонентов кандидатов власти Не все оппозиционеры-победители согласны с этой оценкой, но факт остается фактом Партия власти проиграла в том числе и в округах, где ясно рассчитывала на успех Так, выборы проиграл бывший лидер фракции «Единой России» в МГД Андрей Метельский, про которого в ходе избирательной кампании ФБК выпустил расследование Публикации господин Метельский оспорил в суде, а избирательную кампанию назвал одной из самых напряженных за всю историю столичного парламента, посетовав на вмешательство иностранных агентов Активность оппозиции в Мосгордоме, вопреки прогнозам о том, что избранные депутаты сразу же пойдут на сделку с городскими властями, начала нарастать Так, уже во время присяги ряд депутатов заявили, что будут добиваться отставки главы Мосгоресберкома Валентина Горбунова Впрочем, несогласованное голосование за городской бюджет вызвало больше головной боли у самих оппозиционеров, чем у Мерии Например, оно привело к смещению лидера фракции «Справедливой России» Михаила Тимонова и его коллегами Магометом Яндиевым и Александром Соловьевым Разногласия по бюджету и скандал вокруг круглого стола в здании МГД, на который депутат от КПРФ Елена Шувалова позвала Алексея Навального, привели к расколу в коммунистической фракции Участники мероприятия все равно прошли в Мосгордуму и пообщались в кабинете госпожи Шуваловой Сама она заявила, что покидает московское отделение КПРФ Поступки, вопросы и реплики ряда оппозиционных депутатов несколько раз спровоцировали спикера МГД Алексея Шапошникова на употребление нецензурной лексики, попавшей в эфир благодаря включенному микрофону Впрочем, сам он видит в ситуации плюсы Интерес москвичей к столичному парламенту вырос в сотни раз Это видно по динамике просмотров нашего канала на YouTube, заявил господин Шапошников Если раньше просмотров пленарных заседаний было лишь 100-200, то теперь их количество зашкаливает за 25 тысяч Елена Рожкова Продолжение следует... Продолжение следует...